Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Никифорос Литрос, греческий художник. Он родился на Тиносе, обучался в Афинах в школе искусств. В 1860 году получил стипендию в Королевской академии изящных искусств Мюнхена. После завершения этого обучения в 1866 году стал профессором в школе искусств. Эту должность он занимал до конца своей жизни. Оставался верен заветам и принципам мюнхенской школы, уделяя при этом наибольшее внимание как этнографической тематике, так и портретной живописи. Его самым известным портретом была королевская чета Отто и Амалия, а самым известным пейзажем изображения региона Лаврио. Был сыном популярного скульптура по мрамору. В 1850 году в возрасте 18 лет он отправился в Афины учиться в школе искусств. Учился живопись у Людвига Тирша и Рафаэла Чиколли. После окончания университета в 1856 году начал преподавать начальный курс письма. Я пользуюсь переводной Википедии. В 1860 году получил стипендию греческого правительства, отправился в Мюнхен учиться в Королевской академии изящных искусств, где через некоторое время удалось поступить в классы Карла фон Пилотте. После своего возвращения в Афины стал профессором в Афинской школе изящных искусств на кафедре живописи и преподавал до самой своей смерти, около 38 лет. В 1879 году он женился на Ирине Кириакиде, дочери торговца из Смирна, и у них родилось шестеро детей. Его сын Николас Литрос пошел по его стопам, также учась в Мюнхенской академии изящных искусств и возглавлял Афинскую школу искусств. Позже он основал художественную группу, которая много лет спустя, в 1919 году, выставлялась в Париже. Никифорас Литрос умер в возрасте 72 лет в 1904 году после непродолжительной болезни, которая, как полагает, была вызвана химическими веществами, которые содержались в его красках. Литрос был одним из самых известных художников Афин. Он участвовал во многих выставках. Он был официальным портретистом в Афинах и рисовал многих представителей высшего общества своего времени. Его вклад в искусство был осознан также благодаря его курсам в Афинской школе изящных искусств. Хотя он был приверженцем школы академического реализма и не испытывал влияния импрессионизма, он по-своему вписался в историю греческого искусства. В 1903 году был награжден Золотым Крестом Ордена Искупителя. В 1909, после его смерти, некоторые из его картин были представлены в школе пилоты в Мюнхере. Вот так вкратце из переводной википедии о греческом художнике Никифорас Литрос. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok